Я человек серьезный и мой мозг имеет направление философское. По профессии я финансист. Изучаю финансовое право и пишу диссертацию под заглавием «Прошедшее будущее собачьего налога». Согласитесь, что мне решительно нет никакого дела до девиц, романсов, луны и прочих глупостей. Утро. Десять часов. Моя мама наливает мне стакан кофе. Я выбиваю и выхожу на балкончик, чтобы тотчас же приняться за диссертацию. Беру чистый лист бумаги, макаю перо в чернила и вывожу заглавие «Прошедшее и будущее собачьего налога». Немного подумав, и шоу. Исторический обзор. Судя по некоторым намекам, имеющимся у Геродота и Ксенофонта, собачий налог ведет свое начало от... Но тут слышу в высшей степени подозрительные шаги. Гляжу с балкончика вниз и вижу девицу с длинным лицом и с длинной талией. Зовут ее, кажется, Наденька или Варенька, что, впрочем, решительно все равно. Она что-то ищет, делает вид, что не замечает меня и напевает. Я прочитываю то, что написал, хочу продолжать, но тут девица делает вид, что заметила меня и говорит печальным голосом. Здравствуйте, Николай Андреевич. Представьте, какое у меня несчастье. Вчера гуляла, потеряла боль бошку с браслета. Перечитываю еще раз начало своей диссертации, поправляю хвостику буквы «Б» и хочу продолжать, но девица не унимается. Николай Андреевич, будьте любезны, проводите меня домой. У Карельных такая громадная собака, что я не решаюсь идти одна. Делать нечего. Кладу перо и схожу вниз. Наденька или Варенька берет меня под руку, и мы направляемся к ее даче. Когда на мою долю выпадает обязанность ходить под руку с дамой или девицей, то почему-то всегда я чувствую себя крючком, на который повесили большую шубу. Наденька же или Варенька, натура, между нами говоря, страстная, дед ее был армянин, обладает способностью нарисать на вашу руку всею тяжестью своего тела и как пиявка прижиматься к боку. И так мы идем. Проходя мимо Карельных, я вижу большую собаку, которая напоминает мне о собачьем налоге. Я с тоской вспоминаю о начатом труде и вздыхаю. А чего вы вздыхаете? Тут я должен сделать оговорку. Наденька или Варенька, теперь я припоминаю, что ее зовут, кажется, Машенькой. Откуда-то вообразилось, что я в нее влюблен, а потому считаю долгом человеколюбие, всегда глядеть на меня с состраданием и лечить словесно мою душевную рану. Послушайте, я знаю, от чего вы вздыхаете. Да, вы любите. Но прошу вас, именем нашей дружбы верьте. Та девушка, которую вы любите, глубоко уважает вас. За вашу любовь она не может платить вам тем же. Но виновата ли она, что ее сердце давно уже принадлежит другому? Нос Машеньки краснеет и пухнет. Глаза наливаются слезами. Она, по-видимому, ждет от меня ответа. Но, к счастью, мы уже пришли. На террасе сидит Машенькина мамал, женщина добрая, но с предрассудками. Взглянув на взволнованное лицо дочери, она останавливает на мне долгий взгляд и вздыхает, как бы желая сказать. Ах, молодец, даже скрыть не умеете. Между ними мой сосед подача. Офицер, раненый в последнюю войну в левый висок и в правое бедро. Сидящие на террасе чистят для варенья какую-то пошлую ягоду. Я раскланиваюсь и хочу уходить, но Машенька и Машенькина маман хватают мою шляпу и требуют, чтобы я остался. Я сажусь. Мне подают тарелку с ягодой и шпильку. Начинаю чистить. Машенька и Машенькина маман говорят на тему о мужчинах. Такой-то хороший, такой-то красивый, но не симпатичный. Третий некрасивый, но симпатичный. Четвертый был бы не дурен, если бы его нос не походил на персток. А вы, месье Николай, некрасивый, но симпатичный. В вашем лице что-то есть. Впрочем, в мужчине главное не красота, а ум. Вы, месье Николай, возьмете свое душевное и качественное. Ну вот, слава Богу, идет наконец горничная, посланная моей маман, и зовет меня обедать. Теперь я могу оставить неприятное общество и идти продолжать свою диссертацию. Встаю и раскланиваюсь. Варенькина маман и сама Варенька окружают меня и заявляют, что я не имею никакого права уходить, так как дал им вчера честное слово обедать с ними, а после обеда идти в лес за грибами. В моей душе кипит ненависть. Я чувствую, что еще минута, и я за себя не ручаюсь. Произойдет взрыв! Но деликатность и боязнь нарушить хороший тон заставляют меня повиноваться дамам. И я повинуюсь. Садимся обедать. Раненый офицер, у которого от раны в висок образовалось сведение челюстей, ест с таким видом, как будто бы он замуздан и имеет во рту дела. Я катаю шарики из хлеба, думаю о собачьем налоге и, зная свой вспыльчивый характер, стараюсь молчать. Наденька глядит на меня с состраданием. Окрошка, язык с горошком, жареная курица и компот. Аппетита нет, но я из деликатности ем. После обеда, когда я один стою на террасе и курию, ко мне подходит Машенькина маман, сжимает мои руки и говорит, задыхаясь. Варенька виснет на моей руке и присасывается к боку. О, страдаю невыносимо, но терплю. Входим в лес. Послушайте, мы синие пылья. А чего вы так грустны? Чего молчите? Странная девушка. О чем же я могу говорить с ней? Что у нас общего? Ну, скажите что-нибудь вопрос. Я начинаю придумывать что-нибудь популярное, доступное ее пониманию. Подумав, говорю. Весоистребление приносит громадный вред России. Никуня. Ох, Никуня. Я, я вижу вы, избиваясь откровенного разговора. Вам не отвечают на ваши чувства. И вы хотите страдать молча? В одиночку? Это ужасно, Никуня. А что бы вы сказали, если бы та девушка, которую вы любите, приложила вам вечную дружбу? Я решительно не знаю, что сказать ей. Помилуйте, во-первых, никакой девушки я не люблю. И, во-вторых, для чего бы мне могла понадобиться вечная дружба? В-третьих, я очень вспыльчив. Он молчит. Он молчит. Он, очевидно, хочет жертвы с моей стороны. Ну, не могу же я любить его, если я все еще люблю другого. Я подумаю. Хорошо, я подумаю. Я соберу все силы своей души и, быть может быть, ценой своего счастья, спасу этого человека от страданий. Ничего не понимаю. Какая-то каббалистика. Идем дальше и собираем грибы. Все время молчим. На лицо у Наденьки выражение душевной борьбы. Слышен лазь собак. Это мне напоминает о моей диссертации. И я громко вздыхаю. Сквозь стволы деревьев я вижу раненого офицера. Бельгняга мучительно хромает направо и налево. Справа у него раненое бедро. Слева висит Машенькина маман. Лицо выражает покорность судьбе. Из леса идем обратно на дачу пить чай. Затем играем в крокет и слушаем, как Машенькина маман поет романс. Затем играем в крокет и слушаем. Бельгняга мучительно хромает направо и налево. Наступает вечер. Из-за кустов выползает отвратительная луна. В воздухе тишина и неприятно пахнет свежим сеном. Беру шляпу и хочу уходить. Нет, не уходите. Мне нужно сообщить вам кое-что. Причувствую что-то недоброе, но из деликатности остаюсь. Машенька берет меня под руку и ведет куда-то по аллее. Теперь уж вся фигура ее выражает борьбу. Она пледна, тяжело дышит и, кажется, намерена оторвать у меня правую руку. Что с ней? Не могу. Могу? Не могу. Не гуляю. Не могу. Любить вас не могу, но обещаю вам верность. Ой! Кто придет? Завтра в одиннадцать часов жду тебя в беседке. Прощай. Ничего не понимая, чувствуя мучительное сердцебиение, я иду к себе домой. Меня ждет прошедшее и будущее собачьего налога. Но работать я уже не могу. Я взбешен. Можно даже сказать, я ужасен. Черт возьми! Я не позволю обращаться со мной, как с мальчишкой. Я вспыльчив, и шутить со мной опасно. Когда входит ко мне горничная звать меня к ужину, я кричу ей «Пойдите вон!». Такая вспыльчивость обещает мало хорошего. На другой день утром погода дачная, то есть температура ниже нуля, резкий холодный ветер, дождь, грязь и запах нафталина, потому что моя мама повынимала из сундука свои салопы. Чертовское утро. Это как раз 7 августа 1887 года, когда было затмение Солнца. Надо вам заметить, что во время затмения каждый из нас может принести громадную пользу, не будучи астрономом. Так, каждый из нас может, во-первых, определить диаметр Солнца и Луны, во-вторых, нарисовать корону Солнца, в-третьих, измерить температуру, в-четвертых, наблюдать в момент затмения животных и растения, в-пятых, записать собственные впечатления и так далее. Это так важно, что я пока оставил в стороне прошедшее и будущее собачьего налога и решил наблюдать затмение. Все мы встали очень рано. Весь предстоящий труд я поделил так. Я определю диаметр Солнца и Луны, раненый офицер нарисует корону, все же остальное возьмут на себя Машенька и Машенькина маман. Вот все мы собрались и ждем. А чего, говорит, затмение? Солнечное затмение происходит в том случае, когда Луна, обращаясь в плоскости клиптики, помещается на линии, соединяющие центры Солнца и Земли. А что значит экологитика? Можно ли сквозь копченое стекло увидеть линию, соединяющую центры Солнца и Земли? Эта линия проводится умственно. А если я на лугу не спрямляю, то как же на ней могла поместиться в Машеньке? Не отвечаю. Я чувствую, как от этого наивного вопроса начинает увеличиваться моя печень. Все это здорово. Вы не можете знать того, что будет. Тем более, вы ни разу не были на небе. Поэтому вы не можете знать, что будет с Солнцем. Все это фантазии. Но вот черное пятно надвигается на Солнце. Всеобщее смятение. Коровы, овцы и лошади, задрав хвосты и ревя, в страхе носились по полю. Собаки вылили. Клопы, вообразив, что настала ночь, вылезли из щелей и начали кусать тех, кто спал. Дьякон, который в это время вез к себе из огорода огурцы, ужаснувшись, выскочил из телеги и спрятался под мост, а его лошадь въехала с телегой в чужой двор, где огурцы были съедены свиньями. Акцизный, ночевавший не дома, а у одной дачницы, выскочил в одном нижнем белье и, вбежав в толпу, закричал диким голосом «Спасайся, кто может!» Многие дачницы, даже молодые и красивые, разбуженные шумом, выскочили на улицу и надев башмаков. Произошло еще много такого, чего я не решусь рассказать. Страшно! Ужасно! Башмаков! В медам наблюдайте, время дорого! А сам я тороплюсь, измеряю диаметр, вспоминаю о короне и ищу глазами раненого офицера. Он стоит и ничего не делает. «Что же вы, о короне?» Он пожимает плечами и беспомощно указывает мне глазами на свои руки. У бедняки на обе руки нависли Машенька и Машеньки на маман. Жмутся к нему от страха и мешают работать. Беру карандаш и записываю время с секундами. Это важно! Записываю географическое положение наблюдательного пункта. Это тоже важно! Хочу определить диаметр. Но в это время... Машенька... Не забудете? Сегодня в один из часов... Я отнимаю свою руку и, дорожа каждой секунды, хочу продолжать наблюдение, но... Черт знает что! Пора же, наконец, понять этой девушке, что я вспыльчик, что я, вспылив, становлюсь бешеным, и тогда не могу за себя ручаться. Хочу я продолжать, но затмение уже кончилось. Избелинение? Ой, это уже верх издевательства. Согласитесь, что такая игра человеческим терпением может кончиться только худо. Не обвиняйте же меня, если случится что-нибудь ужасное. Я никому не позволю шутить, издеваться надо мной, и черт подери! Когда я взбешен, никому не советую близко подходить ко мне. Черт возьми совсем! Я готов на все! А я, а я, месье Никара, исполнила ваше поручение. Я наблюдала млекопитающих, и я видела, как перед затмением, перед затмением, собака гналась за кошкой, а потом долго виляла хвостом. Так, из затмения ничего не вышло. Иду домой. Благодаря дождю не выхожу на балкончик работать. Работать я не могу, потому что все еще спешу, печу свое сердцебиение. В беседку я не иду. Это невежливо, но согласитесь, не могу же я идти по дождю. В двенадцать часов получаю письмо от Машеньки. В письме упреки, просьба прийти в беседку и обращение на «ты». В час получаю другое письмо, в два – третье. Надо идти. Но прежде чем идти, я должен подумать, о чем буду говорить с ней. Поступлю как порядочный человек. Во-первых, я скажу ей, что она напрасно воображает, что я ее люблю. Впрочем, таких вещей не говорят женщинам. Сказать женщине «я вас не люблю» так же неделикатно, как сказать писателю «вы плохо пишете». Лучше всего я выскажу Ванике свой взгляд на брак. Надеваю теплое пальто, беру зонтик и иду к беседке. Зная свой вспыльчивый характер, боюсь как бы не сказать чего-нибудь лишнего. Постараюсь сдерживать себя. Наконец-то. Николя. Ты играешь в моем терпении. Николя. Я не спала всю ночь. Я думала. Мне кажется, когда я узнаю тебя получше, я влюблю тебя. Я сажусь и начинаю излагать свой взгляд на брак. Сначала, чтобы не заходить далеко, быть по возможности кратким, я делаю маленький исторический обзор. Говорю о браке индусов и египтян, затем перехожу к позднейшим временам. Несколько мыслей с Шопенгауэра. Машенька слушается вниманием, но вдруг по странной непоследовательности идей находит нужным прервать меня. Я смущен и не знаю, что сказать ей. Поцелуй меня, Николя. Делать нечего. Я прикладываюсь к ее длинному лицу. Причем ощущаю то же самое, что чувствовал в детстве, когда меня заставили однажды поцеловать на панихиде мою умершую бабушку. Я же только этого не желал. Бах, надо сломить вас. Ты же смотри, любые. Помни, что ты тебя достриносит к шерсту. Каба, накилла, 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 наки И теперь меня женят В то время, как я пишу эти строки Над моей душой стоит шахар и торопит меня Ведь люди положительно не знают моего характера Ведь я вспыльчиваю и не могу за себя ручаться Черт возьми, вы увидите, что будет дальше Если бы ты нет вспыльчивого, спешенного человека Это, по-моему, так же не умно, как просовывать руку в клетку к разъеменному тигру Увидим, увидим, что будет И тут я женат Все меня поздравляют Время, что теперь ты, мой, мой Скажи же, что ты меня любишь Скажи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Браво! Браво! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok